Дальше нам понадобится с вами куриное филе. Ну, тут у меня много, нам понадобится гораздо меньше. Помидор. У меня сегодня паприка, потому что я решила, что у меня будет светофор. Зеленый, красный, желтый. А, конечно же, соль, может быть, специи какие-то по вашему вкусу. И тертый сыр. Делать все элементарно просто. Сначала мы с вами разогреваем духовку. Примерно 170-180 градусов, но стандарт. Затем мы с вами моем овощи. Это очень важно в моих прямых эфирах, чтобы я овощи мыла при своих подписчиках. Потому что они постоянно, я даже не знаю, какое слово это, триндят. Они постоянно триндят, что у меня не мытые овощи, не мытое мясо. В общем, девочки, чтобы вы были спокойны. Я сейчас иду мыть овощи. Здравствуйте. Я только что сказала, что мы будем сегодня делать лапти. Итак, я не люблю мокрые овощи, поэтому кухонным полотенцем их протираю. Еще у меня припасена фольгам, потому что овощи дают много сока. И чтобы все точно получилось, я буду делать лодочки из фольги. Ладно? Вы можете отбить в нее. А я подстрахуюсь. Здравствуйте. Кубики, квадратики, треугольнички, шарики. У меня все есть. Абсолютно все. Итак, что нам нужно сделать? Нам нужно с вами разрезать цукини. Если у вас большой кабачок цукини, вы его можете порезать вот так вот. Да? У меня маленький, я его буду резать вдоль. Аккуратненько разрезаем кабачок. Мы будем делать такую своеобразную лодочку из кабачка и ее начинять. Сначала разрезаем кабачок, потом аккуратненько вычищаем из него внутренности, сердцевинку. Кстати, ну, можно не выкидывать, можно использовать в еду, конечно же. Мне вот удобнее чайной ложкой, если мне что-нибудь будет мешать. Ну что, на самом деле, очень меня расстроили вы тем, что вы не задали вопросы под постом, где я просила вас задать вопросы для прямого эфира. Как-то совершенно вы решили не участвовать в сегодняшнем прямом эфире. Поэтому можете задавать вопросы сейчас. Мы с вами обсудим то, что вам хочется. Я завтра улетаю в Москву. Я надеюсь, что там не замерзну. Если что, шуба у меня там есть. Девчонки говорят, что просто по ощущениям уже минус 10. Я очень сильно этого боюсь, что я улетаю на озвучку книги своей под турецким небом. Издательство меня сегодня ошарашило тем, что, возможно, оно не успеет организовать презентацию второй книги в декабре. И придется это сделать в январе. Придется мне еще раз прилетать в январе. Ну, посмотрим. Может быть, заодно и на озвучку второй книги приеду. Вот, книга была настолько успешная, что решили сделать аудиоверсию, потому что это другая, как это по-русски, целевая аудитория совершенно. Смотрите, у меня вот такие вот красивые лодочки получились. Не знаю, видно, не видно. Мне кажется, такой свет яркий у меня от лампы. Вот, в общем, я все вычистила, у меня получились красивые лодочки. Я их сейчас отложу на фольгу и беру наши овощи. Наши овощи буду резать меленько. В Москве холодно. У нас тоже, на самом деле, холодно, но дома тепло. На улице прохладно и очень дождливо. Я, вы знаете, люблю даже холодно, ну, мне не страшно. Мне, я не люблю дождь. Вот, когда слякоть, дождь, серая погода. Вот это вот, это не мое. Хотя, нет, вру. Я тоже люблю, но я тоже люблю сидеть дома, пить вкусный какао, обниматься с мужем, смотреть какой-нибудь фильм. Муж сегодня вредничает. Муж сегодня взял и не сбрил бороду. Я терпеть не могу, когда у него щетина или когда он отращивает свою бороду, бородку. Ведь мне нравится. Он сразу старше выглядит намного. Вот, а он сегодня вредничает. Видимо, перед моим отъездом решил повредничать, что все равно меня не будет почти месяц. Будет моя аудиокнига, да. Под турецким небом будет аудиокнига. Я сейчас потихонечку выкладываю помидорки на наши лодочки. Да, вот поскольку у меня такой маленький кабачок цукини, у меня половинки помидорки вполне хватает на него. Вполне хватит. Очень маленький такой. Немножечко перчика. Может быть, у вас большие, либо вы доделаете на всю семью. Да, у меня тут две порции будет. Тут же перчик можно нарезать. Можно другие овощи взять. Какие вам больше нравится? Можно морковку взять. Это тоже будет очень вкусно. Морковку лучше потереть. Ну, хотя можно и нарезать ее на самом деле. Квадратиками. Сама будешь озвучивать. Ну, естественно, я же говорю, что я улетаю на озвучку книги. Поэтому я буду сама озвучить. Кому я еще могу поручить такое ответственное задание, как озвучивать мою книгу. Это же мои чувства, мои эмоции. Это моя история, в конце концов. Поэтому я очень, как раз таки, очень хотела озвучить ее сама. Очень рада, что издательство приняло это решение, сделать аудио-книгу. Вот. Дай бог, дай бог, все получится так, как мы планировали. В общем, немножечко сюда добавляю желтого перчика. Блин, ничего не видно. Вот. Много. Этого много всего. Почему? Потому что у меня маленькие кабачки. Оставлю в холодильник, положу в контейнер. И в холодильник соберу. Чтобы ничего не испортилось. Вообще, паприка, это вообще супер овощ, я считаю, он очень вкусный. Его можно на перекус есть, соломкой нарезать, и очень вкусно получается. Вот. И филе сейчас тоже буду нарезать. Можно взять куриный фарш, можно взять филе, как у меня. И тоже будет немножечко. Ну, буквально, вот я писала 100 грамм. У меня, как видите, я думаю, что и того меньше. Очень хотелось бы послушать вашу книгу. Я уверена, она будет офигенной. Если вы читали, то должны знать, что, да, что книга на самом деле офигенная. Спасибо большое. Очень большой аудиторий я получила. Это всегда очень приятно. Мне, как автору, это вдвойне, втройне приятно. Мне безумно, я безумно счастлива, что настолько тепло встретили мою книгу первую. Да, вторая выходит вот буквально через две недели. Сейчас мой конкурс пройдет, потом через две недели выйдет моя книга вторая. Ну, не моя вторая, а вторая из трилогии. И сейчас я пишу третью. Ну, третья будет где-то, наверное, к марту месяцу, к 8 марта как раз. Так что ждите, ждите, будет интересно. Третью очень сложно писать сейчас, потому что все-таки она про мужа, про моего, про проблемы в семейной жизни, знаете. Пишу книгу, думаю, блин, сейчас пойду, мужа придушу. Это то, что она совесть такая, а потом подойду, а к нему поцелую и вроде проходит. Это шутка была, если что. Так, лодочки я наше сформировала, вернее, начинила, руки помою. Сейчас я посолю, поперчу. Сейчас я уберу вот это вот все, чтобы вам было видно, что я это делаю. Солю, видно, да? Теперь в камере солю, перчу, черный перец. И сейчас сверху посыплю сыром. Он расплавится и будет очень вкусно. Здравствуйте. Можете задавать вопросы, я осталась на них отвечу. Сейчас сегодня совсем мало народу как-то в эфире. Вообще, мне кажется, что если в блюдо добавить сыр, оно будет априори очень вкусное. Согласны со мной? Я просто такая мышь. Я безумно люблю сыр. Хотя говорят, что мышь на самом деле сыр не любят. Я не знаю, насколько это правда. Но говорят, что мышь и сыр не любят, что это не... Не знаю, не проверяла, у мышей не спрашиваю. Так, значит, второе. Я формирую бортики, чтобы у меня ничего никуда не было. Текло. Второе сейчас тоже запечатаю сыром. Плавленый сыр, мне кажется, это вообще очень вкусно. Мне кажется, я могла бы питаться сыром. С сыром, черным хлебом и сливочным маслом. Это вот мой самый любимый продукт. Так. Смотрите, какая красота получается. Как вы все успеваете, сейчас расскажу. Ничего не успеваете, Андрей. Я сейчас это кладу в... Ой, ставлю в духовку. Аккуратненько сейчас отнесу в духовку и вернусь к вам. Сейчас я поставлю таймер на полчасика. Да, и мы с вами поболтаем. Как я все успеваю? Девочки, на самом деле я нифига не успеваю. Я не восстанавливаюсь. Я постоянно работаю, слишком много работаю. Я делаю 50 дел одновременно, поэтому очень часто какие-то дела страдают. То есть, например, я готовлю и отвечаю на комментарии. Я делаю кардио и разбираю директ. В общем, очень-очень большой у меня такой объем работы, который нужно сделать за день. И очень сложно, если честно. Очень сложно. Я к концу года вообще чувствую, что я просто без сил. Я диплитит. У меня батарейки на нуле. Нужно снова как-то восстанавливаться срочно. Как это сделать? Если честно, я пока не поняла для себя. Вот. Нужно какую-то, знаете, такую перезагрузку устроить. Ой, спасибо за ленивую овсянку. У меня идут топы, которые закрывают шею. Мне тоже очень нравится. И бадлоны, и топы, которые закрывают шею. Мне кажется, что это прям на спортивную фигуру, когда плечи нужно подчеркнуть. Это прям то, что надо. Вот. Что из планов? Из планов. Сейчас я еду в Москву. В Москве я озвучиваю книгу. После Москвы, из Москвы, вернее, я лечу на Кипр на конкурс «Миссис Вселенная». После конкурса я полетаю в Москву. На премию меня позвали, День Матери. Затем я в Москве остаюсь. Если будет презентация в Санкт-Петербурге, то лечу в Санкт-Петербург. Если нет, то в январе прилечу в Санкт-Петербург. Вот. Скорее всего, в Москве будет презентация о книге. А может быть, в Питере будет в январе. Ну, посмотрим. Посмотрим. Потом я прилечу в Германию. И останусь до, наверное, до конца новогодних праздников. Я останусь здесь дома. Потому что нужно дописывать книгу. Нужно над ней работать очень-очень усиленно. Вот. В апреле у меня заполнено очень много поездок. Во-первых, у нас первые две недели апреля – это каникулы школьные. Поэтому мы хотим съездить в какой-нибудь семейный отпуск. Как я уже говорила, для меня семейный отпуск – это безумный стресс всегда. Я не могу не расслабиться, ничего. Ну, посмотрим. Может быть, мы на две недели съездим в семье, а потом я возьму свою команду, свои девчонок, они-то с Аней, и мы полетим. Мы вообще очень хотим полететь в Каппадокию, вот, пофоткаться хотя бы на дня три. Ну, и там дня три – Стамбул, дня три – Каппадокия. Вот, отдохнуть. Отдохнуть, поработать. Я не знаю, как правильно сказать. Наверное, больше поработать. Потому что, когда я получила фотки из Турции в этот раз, это четыре огромные папки с безумным количеством материала для отеля. И я поняла, что мы просто не отдыхали ни минуты, мы работали все это время с девчонками. Ну, все равно в этом есть своя прелесть. Вот, потом… А, ну да, я еще хотела недельку в нашу квартиру в Анталии съездить. Вот, а потом у нас с 24 апреля по 2 мая у нас фитнес-тур. Я думаю, что вы с нами едете вместе. Фитнес-тур в Турцию, в Кемер, на ранчо. Мы будем в лошадных лошадках кататься. У нас будет две тренировки в день под моим руководством. У нас будет фотосессия, у нас будет несколько экскурсий. Будет еда диетическая вся по моему специальному заказу для моей группы. Вот, все будет под контролем, все будет включено. 65 тысяч стоит тур без билетов. Вот, у меня есть специальный аккаунт, в котором можно посмотреть все необходимые, все необходимые информации. Сыр. Ммм, вкусно. Так, что-нибудь там мне написали. 36, чего? Кто со мной поедет? Ой, что-то я делаю на конкурс для поддержки. Я одна поеду. 36 лет как притянуть овал. Вы делаете нити. Девочки, я делаю мезонити. Мезонити – это такие штучки, сюда вот вставляют целого лица, и они укрепляют кожу и помогают в выработке собственного коллагена. Как мне объясняет мой косметолог, делается это раз в год, раз в полгода, в зависимости от того, насколько у вас кожа там запущена, не запущена. Вот, мне очень нравится эффект, потому что кожа такая прям налетая становится. Я очень хочу еще в живот потянуть вот эту вот кожу свою. Вот, хочу проконсультироваться. Может быть, в живот тоже какие-нибудь такие мезонити можно поставить. Я не знаю, еще пока не пробовала. Так, скажите, какая рыба низкокалорийная. В принципе, вся, кроме жирной. Ну, например, треска очень даже. Или пангасиус. Почему нет? Тилапия. Очень вкусно, обожаю тилапию. Хотя, говорят, на блядной воде водится. Но я, если честно, не парюсь по этому поводу. Возможно, накачать попу дома. Я в прошлом прямом эфире рассказывала, что для того, чтобы накачать попу дома, вам придется домой приобрести гантельный ряд и штангу. То есть, попу надо накачать с весами, близкими к своему собственному весу. Ну, то есть, постепенно наращивая нагрузку, и тогда у вас получится хороший объем. Делав живот, эффект супер, но уходит быстро. О, я вот хочу тоже попробовать. У меня, в принципе, это все в порядке. Жира нет, но у меня есть кожа. Вот эта вот кожа, она так бесит, вот эта вот, около пупка. Она прям висит. Особенно, когда я сажусь. Очень мне не нравится. Да, до второй беременности такого не было. Я участвую сейчас в вашем марафоне. Тренировку сегодня не выполнено. Приболело. Вы тренируетесь во время болезни? Я тренируюсь, но со мной, с меня брать пример нельзя. Если у вас есть температура, не тренируйтесь. Ни в коем случае нельзя. Для кожи делала после трех детей. У вас очень красивая пупка. Спасибо большое. Огромное спасибо. На этой неделе напишу обязательно пост про домашние тренировки. Обязательно напишу пост вам про то, как качать попу. Про свои фишечки обязательно напишу. И, конечно же, про конкурс буду тоже писать. Потому что конкурс на носу я переживаю дико. Мне 10 дней осталось. Я понимаю, что, блин, готовиться уже некуда. Да, лучше уже не приготовиться. Морально нужно настраиваться. Нужно просто взять все наши костюмы, взять себя в руки и поехать. Очень хочу победить. Прямо безумно хочу. Мечтаю. Я не знаю. Я визуализирую эту мечту. Это прям... Я даже не знаю. Я хочу себе, знаете, сказать, как ты это сделала. Мечтаю, мечтаю. Ну, посмотрим. Посмотрим. Очень люблю сыр, но он очень калорийный. Как быть? Ну, почему можно же в свой рацион вписать совершенно спокойно? Даже 50 грамм сыра в день. Почему нет? Я ем где-то 30-40 грамм сыра каждый день. Потому что я просто без него жить не могу. Сколько без разминки проходит ваша тренировка? Моя тренировка проходит где-то примерно час. Час-час 15. Включая кардио. Я за Россию буду выступать, да. Я буду выступать за Россию. У меня российское гражданство. Как сделать талию меньше дома? Никак, девочки, никак. Талия – это генетика. Раскачивайте плечи, раскачивайте бедра, и тогда у вас будет визуально имитация талии. Она будет визуально казаться уже. Да, у меня раскачанная спина, раскачанные плечи, бедра, да, гекотицы, и поэтому талия окажется уже. Хотя я вообще от природы вот такая вот. Где-то али делать будем совершенно-совершенно прямоугольная. Как накачать попу мужику? Точно так же, как и женщине. Пользовать ваш пост про домашнее упражнение про попу. У меня очень много таких постов, вы можете их почитать, но не зачем ждать. У меня в аккаунте, мне кажется, энциклопедия, как накачать попу. У меня весь аккаунт нравится. Как я употребляю на массе? Две с половиной тысячи, две шестьсот я употребляла. А на сушке я не сушусь, я сжигаю жир. Сейчас тысяча семьсот пятьдесят. Как это у меня в день получается? Я стараюсь есть где-то тысяча пятьсот, тысяча шестьсот. И один раз в неделю делать что-то мил. Спасибо большое. Как убрать живот? Отрезать. Какой вопрос, такой ответ. Отрезать. Девочки, ваш живот – это ваше питание, в первую очередь. Ваше питание, ваш стресс, потом ваши мышцы. Где найти, как качать попу? У меня в аккаунте. Открывайте и ищите. Что у меня на голове? У меня волосы и рожки. Как часто пьете винишко? Стабильно раз в неделю. Вокальчик себе позволяю. Иногда два. Для беременных марафон планирую запустить в декабре месяце. Не марафон, вернее, а курс. Сейчас площадку ищем и запустим курс для беременных. Стресс влияет на лишний вес, конечно же. Я ела 800 калорий в день. Какой ужас! Вы что? Вы хотите в гробу оказаться? Девочки, даже ниже основного обмена веществ. Ни в коем случае нельзя столько есть. Мне так нравится, как вы островно отвечаете. Некоторые считают, что я хамка. А я просто такая приколистка. Каждый день, ну, я бы не стала пить каждый день вино. Все-таки много, многовато. Какие продукты лучше не есть, чтобы было поменьше целлюлита? Да нет таких продуктов. Ну, исключите фастфуд, исключите большое количество сахара. Будет вам счастье. Как влияет становая тяга на талию? Она может ее расширить, потому что при становой тяге работают мышцы стабилизаторы. Посмотрите на мои косые. Вы видите? Да, они достаточно наказченные. Да, это все силовые тренировки. Талия, конечно же, от силовых тренировок увеличивается. Конечно же, ну, не верьте тому, кто будет говорить обратно. Либо у них от природы прям вообще вот такая вот талия тоненькая, просто она незначительно меньше увеличилась. У меня очень накаченные косые мышцы, хотя я косые мышцы не качаю. Вот эти вот мышцы. Я их не качаю. Это все приседания, это все становая тяга, это все силовые тренировки. Но бояться этого не надо, потому что на самом деле ничего такого криминального не происходит. Девочки, меня зовут Леона, пожалуйста, не путайте мое имя. Мне очень сильно обидно всегда, когда вы говорите, я вас читаю, и называете меня какими-то другими именами. Меня зовут Леона, по паспорту я Леона. Да, это такое имя, оно действительно есть. Через ИО пишется по-русски. Каждый день не рекомендуется есть овсянку. Почему? Я ем. Нас бомбит. Война. Где это у вас война? Ужас какой? Война. А вы сидите в Инстаграме? Марафон Снегурочка тает. Будет упражнение на руки, на спину? Да, в марафоне Снегурочка тает. Будут упражнения на все группы мышц. Будут очень эффективные и интенсивные упражнения. Будет очень много тренировок различных, разнообразных. Он в корне отличается от других силовых марафонов моих. Будет отдельно для зала, отдельно для дома программа. И очень много всяких разных конкурсов. Очень много разных движух во время марафона. При неделе он длится. Питание тоже будет естественным. Как всегда, несколько вариантов для тех, кто на ГВ, для тех, кто вегетарианец, для тех, кому лень готовить. Для всех будет питание свое, собственное. И стоит он 600 рублей. 26 ноября начинается. Скажите о том, как вы выбрали родители имя для вас? Такое необычное. Мама хотела назвать меня Наташей. Мама хотела назвать меня Наташей. Но пока она была в роддоме, у нее было, как это назвать, мастики. В общем, очень тяжелое было состояние. Пока она была в роддоме, папа пошел и назвал меня Аленой. Больше онлайн-индивидуально никого не берете. Беру, но очень редко. И очень-очень ограниченное количество девочек. Очень. Когда худею, пропадают попа и грудь. Ну, естественно. А вы что хотите? Конечно же. Девочки, у меня почему-то экран не работает. А, вот. Возможно накачивать попу только приседанием. Нет. Сколько калорий в день нужно употреблять для сушки начинающего? Я понятия не имею, какие у вас исходные данные. Вы можете посмотреть в интернете свою норму калорийности, сделать дефицит 10-15% и от этого плясать. Правильно ли приседать в пол? Да. Почему нет? Питание под каждого человека рассчитан на марафон. Девочки, вы издеваетесь? Вы издеваетесь? Конечно, нет. Это не индивидуальная программа. Будет общее питание. Просто 4 варианта, которые вы можете выбрать. Девочки, 600 рублей стоит марафон. Это, конечно же, групповые тренировки. Это, конечно же, онлайн. Да, все происходит. И это, конечно же, общая система питания. Я сегодня у вас уже, конечно, спросила насчет лактации. Пить воду можно сколько хочешь? Да, 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 конечно. Как похудеть, но чтобы попа не худела? Нужно набрать мышечную массу. И когда вы будете худеть и сжигать жир, у вас останется мышечная масса. Вот вы спрашиваете, зачем ты набирала прошлой зимой? Помнишь, сколько мне гадостей писали? Мне писали, что я жирная. Мне писали, что фу, так разожралась, хотя я набрала там 5,5 килограмм всего лишь за полгода. И потом за 2 месяца вернулась в отличную форму. Причем остались мышцы. У меня остались другие пропорции. Если новичок и охота заниматься дома, сколько, например, посоветуйте делать приседания? Я вам посоветую, если вы новичок, прийти ко мне на марафоны и получить всю необходимую информацию. Девочки, 600 рублей за марафон, мне кажется, это просто подарок. Зато вот объем информации, которую я даю. Какой инвентарь нужен для дома на марафон Снегурочки? А вообще никакого. С бутылками из-под воды будете заниматься. Как произвести оплату марафона? Напишите, пожалуйста, в мой профиль проекта Леона. Одним словом пишется проекта Леона. И мой администратор вышит вам реквизит. Как вы живете в Анталии? Никак. Я жила там 3 года. А для беременных есть тренировки? Еще раз объясняю, что с декабря месяца я планирую сделать проект для беременных. Поэтому следите за обновлениями, следите за объявлениями. Всех буду ждать. Проект будет для беременных. С Украиной можно, да. Книга рецептов 500 рублей стоит. Можно на масте вредности. Вы кушали? Да, я ела. Я ела, но я их вписывала в баланс БЖУ. Потому что можно жиромассу нарастить, можно нарастить только жир. Потом будете сжигать и все ваши труды, которые на какой-то подход. Поэтому лучше всего все-таки соблюдать баланс БЖУ. И не злоупотреблять вредностями, чтобы много целлюлита не наросло. 600 рублей это ничто по сравнению с тем количеством информации, которую вы даете. Что у меня происходит с телефоном? Можно на массе вредностей? Я только что сказала. У меня очень залипает экран. Это просто какой-то ужас. Как талию сделать? Я только что рассказывала вам, почему вы меня не слушаете. Вот, я снова к вам вернулась. Блин. Да что ж такое-то? Не было мысли написать книгу именно о здоровом похудении. Ах, так много, и причем много хороших. Зачем? Зачем писать что-то еще одно, чего очень много на рынке? Как вы относитесь к теме с тренировком? Вполне положительно. Я пробовала. Достаточно тяжело. Что такое большое селфи-кольцо? Да. Это селфи-лампа называется. Книгу онлайн где можно купить? В профиле проекта Леона. Что важнее, калории были БЖУ и то и другое, конечно же. БЖУ это наше качество тела. Если вы хотите быть просто худой, это одно, а если вы хотите быть стройной, то нужно приложить немного больше усилий и немного больше знаний. Представляете, как правильно убрать низ живота? Отрезать. Нет такого, убрать низ живота. Девочки, ну поймите уже, что нет никаких упражнений, которые бы убрали вниз живота, вверх живота, левый кубик, правый и средний кубик. Нет такого, нету, нету. Примите уже это как данность. Как вы относитесь к тренировкам табата? Я же их сама веду. В марафонах очень часто присутствуют тренировки табата. Куда написать? Проекта Леона писать по поводу книги рецептов. Какая вы не настоящая? Да блин, вообще искусственная. Я вообще голограмма, меня не существует. Я на самом деле компьютерная программа, иллюзия. Какая вы не настоящая, блин, вообще. Мне так всегда хочется заглянуть людям в голову и посмотреть, что там за салат. Вы пьете воду сколько? Да, вот я сейчас пью тоже воду каждый день по 3 литра. Вы кормили грудью? Ну, естественно, я кормила грудью обе и обоих детей, но у меня же пластика сделана. Книгу по тресканинам тоже в проекте покупать. Можно купить в магазинах книжных. В лабиринте продается. Можно купить проекта Леона с доставкой. Можно купить электронную версию. У меня в шапке профиля можно скачать. Как вы относитесь к протейному батончику? Очень положительно. Если смотрите мои сторис, то увидите, что я каждый день ем. Подождите, пожалуйста, почему вы выбрали русский язык для блога, а не немецкий? А зачем? А зачем мне немецкий? Мне проще себя выражать по-русски. Мне проще себя выражать... Да на каком угодно языке мне проще, чем на немецком. На турецком мне проще себя выражать. На французском мне проще себя выражать. Но только не на немецком. Я не люблю этот язык. Три литра в день? Да, три литра в день. Разницы не должны быть на SNPRO? Нет. Вам не надоело задавать одни те же глупые вопросы? На SNPRO я не была. Нет. Потому что по выходным мой муж работает по ночам. Мне детей не с кем оставить. Мама-пластику я делала в Санкт-Петербурге. Как правильно убрать живот? Отрезать, девочки! Ну, это вопрос у меня постоянно в эфирах. Девочки, никак. Ешьте, тренируйтесь. Все, больше ничего я вам не скажу. Америку я вам не открою. Это элементарно. Или вы ожидаете, что я вам дам какие-нибудь волшебные пилюли, которые вы съедите, и у вас сразу же кубики накачаются. Жир уйдет с живота. Причем только с живота, но не с груди. Мне кажется, что мне нужно действительно разработать такую методику и продавать ее. И я думаю, что очень много лохов будет ее покупать. Если приседать в пол, то колени не травмируются, а травмируются. Лучше это делать на коленниках. Я сама рожала, да. Буду болеть за вас. Спасибо большое. Волосы. Почему свои волосы? Вот вчера же был пост про волосы. И посмотрите, пожалуйста, там есть ответ на ваш вопрос. Какой у меня рост? 162 см. 162 см вес 54 кг. Третьего хочу, да. Что мы с вами сегодня готовим? Мы сегодня готовим лодочки из цукини. Но они называются у нас в марафонах лапти. Это у нас традиционный рецепт в марафонах. Девчонки очень его любят. Он получается вообще у всех. Очень вкусный и эффектно. Тема дня, как убрать живот. А еще нужно сделать марафон для стройного лапка. Мама, пластику чего? Блин. Блин, капец. Пластику делали... Нет, не на Савушкина. Я делала в Мариинской больнице. Гранулу до каждый день можно, почему нет? У меня залипает экран ужас. Муж оплачивал операцию или вы сами? Нет, конечно, я сама. Я все оплачиваю всегда сама. У меня 31. Да что ж такое? У меня экран залипает. Это так бесит вообще. Самый искренний человек из тех, кого я знаю. Спасибо вам огромное. Спасибо. Если бы мне еще экран не залипал, я могла бы ваши комментарии почитать. Вообще было бы классно. Рецепт выложи, да. Что думаю по поводу молочных продуктов? Что я думаю про них? Что я думаю? Они хорошие продукты. Почему нет? Нет, если у вас нету непереносимости лактозы, почему нет? Ешьте молочные продукты, только главное не обезжиренные, а с содержанием жира они лучше усваиваются. Если врач рекомендует атомический имплант, отразится ли это на спорте? Да, я считаю, что да. Я спортсменка, поэтому у меня стоят круглые. Спасибо. Через сколько можно увидеть результаты от грамотного питания? Ну, месяца три себе дайте. Чего? И девочки, к сожалению, очень большие, когда вопросы, я просто их не успеваю прочитывать, а листать не могу, потому что у меня залипает экран. Тренер говорит, не ешь малышку, они воду задержат. Верно? Нет, тренера такого вообще нужно гнать в шею. Тренер, понимаете, тренер, диетолог, нутрициолог, это все три разных человека. Вот, и смотрите по себе. Почему тренер должен вам это говорить? Вы должны смотреть по себе, задержит у вас малышка воду или нет? Почему в роли мужика у вас в семье вы? Блин, что там, блин, я не могу дочитать вопрос. Ну, потому что, потому что так получилось. Девочки, ну я столько раз уже писала. Знаете, вот в третьей моей книге, которая будет выходить в марте месяца, будет очень подробно написано про этот период, почему так получилось. То есть, муж у меня был бизнесменом, у него была своя фирма 10 лет, он занимался солнечной энергетикой, спасал нашу планету, делал что-то хорошее в течение 11 лет. А потом Ангела Меркель решила сделать, решила сказать одно, поддержать атомную энергетику и обрубила все каналы частным предпринимателям, которые занимались возобновляемыми энергиями. Ну, вот это так, это если вкратце. Она сделала очень большой налог, и так получилось, что в это время шел груз из Китая до какого-то другого города, и этот груз оказался еще к тому же, еще к тому же он оказался damaged, damaged, что такое, испорченный. Вот пришел этот груз, и у меня муж влетел на полмиллиона евро. Его партнер кинул, он ушел в подполье, и на полмиллиона евро мой муж влетел. Мы потеряли все. Если бы у нас не было врачного контракта, то мы потеряли бы даже крышу над головой. Потеряли машину, он потерял свой бизнес, он потерял все сбережения, все. Пришлось со мной обнулиться, сделаться банкротом. И девочки, два года, если я не ошибаюсь, а может даже все три, нет, наверное, два года, это был ад. Я его поддерживала всячески. Я с ним, естественно, осталась, и он был сам не свой. Он был, ну, кстати, вот у мужчины, которому под 40 лет, у него все дело его жизни, просто погибает. Да, погибает все, во что он вложил, ну, что он всю жизнь делал, во что он вложил, неимоверное количество ресурсов, сил, времени, денег, в том числе. Вдруг это все просто рушится, как карточный домик. Внезапно мы оказались не способны даже оплатить полностью кредит за дом. Нам пришлось поселить в половину дома, как это сказать, арендаторов, да, машину забрали по суду. То есть у нас вообще была жопа полная. Вот, за два года этого ада, потому что он, естественно, срывался на меня, естественно, я была во всем виновата, ну, я всегда во всем виновата у всех, да, нужно просто это принять. И я потом приняла решение вообще просто собрать вещи и уйти. Я просто не могла больше, не могла вот этот вот ужас терпеть, вот это вот вечное недовольство, вечные манипуляции, вот это я просто не смогла. Я взяла свои вещи и свалила в Санкт-Петербург. Это дома родители даже не приняли. Они мне сказали, типа, у тебя есть муж, иди к нему. Вот, я жила у подруги. Я всю зиму жила у подруги. Короче, были такие вот у нас тоже времена, о которых я напишу очень подробно в своей книге. Было тяжело, было тяжело. Я работала тренером, получала 20 евро за тренировку. Работала просто с утра до ночи, потому что муж у меня работу не мог найти, потому что у него слишком высокая квалификация, он у меня доктор, докторская степень. У него слишком высокая квалификация, его никуда не брали, потому что 11 лет он работал на себя, слишком высокая квалификация. А у нас тут либо фермеры, либо механики. У нас Mercedes, да, Mercedes и фермерские хозяйства в нашем регионе. и все вот работал найти не смог потом наш сосед спасибо ему огромное он его устроил на свое место сторожем ночным предприятием его с тех пор он работает сторожем ночным предприятия а у меня так получилось что тьфу 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 мое дело развивалось я очень-очень преуспела самом деле почему нет почему я не могу что за менталитет такой знаете особенно нашей женщины русской почему если у меня прет мое дело если я получать него удовольствие почему я не могу обеспечивать семью но почему вот у него не получается я бы создала возможность просто быть хорошим папой хорошим мужем помогать мне по хозяйству а у меня тьфу тьфу все получается может быть через год ситуация изменится если ситуация изменится я это же приму но в данный момент ситуация именно такая она есть я не понимаю почему у всех это вызывает столько возмущения как будто бы это их жизнь или будто бы их это не устраивает меня все устраивает мне все нравится я бы дома с ума сходила сидя и это не я понимаете у меня шило в заднице мне нужно побежать делать этот проект этот проект знаете фигура здесь игра там нужно уехать куда-то там что-то придумать что-то воплотить в жизни всех замотивировать вот у меня получается почему нет почему я не могу зарабатывать деньги не понимаю вашего возмущения бесконечно и ваши писанины о том что на к этому уж не такой ну где если вам это вас ты не устраивает вас устраивает иждивенческое существование поставить потребительское отношение ради бога вы можете так строить отношения строить семью со своим мужчиной но просто вот зачем возмущаться по поводу того как я строю свою семью я не понимаю как вы помирились я напишу об этом в книге это очень такая тяжелая история сложная ее просто так не рассказать да это все стереотипы которые меня очень сильно расстраивают честно вам скажу особенно меня расстраивает когда мне об этом начинают писать из пеной урта доказывать что я как-то не так живу не по их понятиям мир завоевывая личность анимации спасибо большое сша можно купить мои книги написав с проекта лиона в директ речь должна что-то стоить оплачивать себя сама должна уметь у вас на тот момент не было 90 была старшая дочь арджуна у нас была у нас тогда была арджуна и было тяжело честно вам скажу было очень тяжело только-только я родила и вот так у нас все полетело в тартарары ну блин знаете и горе в радости мы со своим со своими мужьями знаете когда вот девочки начинают написать про свое ли тут потребительское отношение зачем муж такой нужен знаете я что же выходила замуж не за сторожа я бы из-за сторожа вышла замуж мне кто пофиг я вообще в этом социальном социальных слоях совершенно себя чувствую комфортно во всех и вот в этих и вот в тех абсолютно комфортно себя чувствую знаете как хакамада говорит она тоже не там друг какой-то там велосипедист вот она тоже говорит о том что нужно развить развитие у нас лежит в общении с различными социальными слоями ну вот я бы вышла из-за сторожей из-за дворника за кого угодно бы замуж вышла но выходил это я замуж за успешного бизнесмена в международной компании успешно с хорошим евро оборотом в год хотя я говорю меня это не волновало это больше волновало моего папу когда мой муж приехал опросить мои руки у родителей вот папа ему устроил допрос с пристрастиями сколько он зарабатывается у него у фирмы оборот и и и и и и а потом в одночасье вот что-то пойдет не так мировой кризис евро там доллар что-то рухнет не так много он потерял девочки вот это неважно все деньги материально не важно нужно вообще на самом деле умеете себя постоять и самой заработать потому что знаете сколько я вообще вот своих подруг вижу которые выходили замуж за мужей а потом оставались оставались ни с чем и они вообще ничего не умеют и потом они думают блин куда же я пойду я же с ребенком внешне возможно работать вот это вот неправильное мышление на мой взгляд у вас может быть другая какая-то картина мира у вас может быть какая-то другая как рассказать такой другой куда пример в вашей жизни ну вот моей жизни примеры вот такой что нельзя в первую очередь смотреть на материальное знаете когда я там контракт подписывала брачный да о том что у нас там все вы все делится можно было сказать не я например так думала могла бы подумать да могла бы подумать что у меня муж защищает свои сбережения и свои свой бизнес а сейчас получается что все по-другому потому что все зарабатываю я я надеюсь что я ответил достаточно полно на ваш вопрос но почему-то мне его постоянно задают причем задают в очень неком не комфортно и в очень не тактичной манере потому что надо за человека выходить они за спецсостояния да абсолютно согласно я овен по гороскопу я такой очень типичный овен мне даже не пролистать чего-то написали к сожалению спасибо большое это все отколоски ссср ну вот видимо наверное так и есть наверное так и есть знаете в свое время у меня мама тоже работала у меня папа был военным ссср распался мама ездила в турцию и работала стояла там на рынке торговала и работала с четырех утра до ночи до глубокой и ничего достаточно часто обеспечивала семью и я сейчас также делаю может быть это период какой-то может быть это мое предназначение знаете вот не астролог вообще говорит что мое предназначение это вот с факелом впереди вот такой с факелами и за собой толпы вести это мое предназначение без этого я не желаю я не живу муж кто по гороскопу у него в декабре тележи не он стрелец эти ли были против что выходили замуж за своего мужа ну да изначально очень против были настроены обычно интересы личной жизни других и до своей не хватает отвечать на личный вопрос если вам не хочется не а мне хочется почему не знаете я тут свои знакомые 1 фотографа прочитала такой пост и напишите я не понимаю как можно так публично рассказывать о личном там рассказывать какие трусы муж подарил на праздник я не понимаю что это такое ради лайков нет просто примите что люди разные меня совершенно не напрягают личные темы конечно есть некоторые вопросы которые мне некомфортные не тактичные вопросы да но если человек спрашивает искренне в нормальной манере то почему нет я совершенно спокойно отвечаю и мне наоборот нравится делиться рассказывать потому что почему потому что свое время например я тоже искала какую-то информацию и ее не было ну допустим на тренировке время беременности когда я забеременела аджуны информации в интернете было ноль зеро вообще ничего не было ничего не говорил и я думаю а как ну вот где найти информацию перелопать о кучу литературы нашла все курсы которые только могла которые хотя бы около беременной темы затрагивали проконсультировалась без херовой точи специалистов кинекологов и вот так 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 я там тренируюсь так вот так я питаюсь чтобы у девочек которые точно так же как я в первый раз когда забеременела у них была какая-то опора к эта информация квалифицированная из нормального источника адекватного да я считаю себя адекватной может быть я не очень адекватно выгляжу вот этим не не считаю себя адекватным источником и достаточно авторитетным источником потому что у нас кисть и высшее специальное образование и очень много опыта а работы в конкретной сфере вот поэтому я делюсь делюсь своими проблемами почему потому что в такой ситуации может оказаться каждый из вас каждый из нас я могу оказаться я тоже буду там не знаю гуглить спрашивать идти за советом вы знаете когда я пишу какие-то личные посты у меня девчонки очень многие благодарят пишет что так откликнулась в душе на моя книга твое турецким не вот знаете сколько людей не написали знаете сколько людей сотни сотни девочек кто подходил ко мне на презентациях книга очень откровенно это мой дневник понимаете дневник там нет вообще ни одного выдуманного персонажа или действия и как они подходили девочки не рыдали они говорили спасибо спасибо за то что вы открылись его я себя узнала я думала я одна такая а оказалось что у вас были такие же проблемы оказались и даже подумать не могли на с каком-то дне вы были моральном уничтожении вот и что с вами сейчас случилось понимаете это важно важно делиться кто-то не делится окей я не говорю что это неправильно но если у вас есть какой-то опыт если у вас есть значит пишет он кто не может не писать если у вас есть какие-то мысли которыми вы хотите делиться которыми вы хотите кому-то помочь делайте это пишите даже если один человек прочитает и скажет вам спасибо знаете когда выкладывала свои беременные фотографии когда я выкладывал свои тренировки многие девчонки мне сказали огромное спасибо благодаря вашему блогу я больше не боюсь беременеть я раньше думала что беременность что-то уродское что ужасное что невозможно я боялась беременеть я откладывала это а теперь благодаря вам я забеременела там не знаю первым ребенком вторым третьим десятым все равно понимаете и даже если один человек это скажет это значит что вы уже написали это не зря вот это моя мысль основная спасибо большое где купить книгу и бабушки рыдали как приятно где купить книгу книга продается в книжных магазинах сейчас уже допечатка идет первый тираж уже куплен а сейчас идет допечатка книги и в больших крупных магазинах она продается типа буква е читай город они там должны быть на лабиринте можно заказать стоит она от где-то от трехсот до четырехсот пятьдесяти рублей если я не ошибаюсь разных магазинах по-разному этот мой дневник вторая часть с окончанием этой истории выходит через две недели прям через две недели индийская история с половиной турецкой истории внутри тоже выходом немецкая моя история выйдет в марте месяце до лодочки уже испекли сейчас я их мы не выну заболталась с вами красивые получились лодочки сейчас я вам покажу когда кушать подано садитесь жрать пожалуйста я сейчас не то не оскорбиться если что это фраза из фильма джентльмены удачи вот наши лодочки пахнут обалденно очень красивые получились так что вам приятного аппетита все мои хорошие я с вами прощаюсь с вами прощаюсь приятно сегодня с вами пообщаться я надеюсь что ваши цукини кабачки тоже приготовились у вас стоит такой же обалденный аромат как у меня на кухне все рисунки в книге по турецким небом иллюстратора указан где купить книгу в германии напишите мне в директ я вам вышлю книга 6 евро стоит плюс пересылка 5 евро 20 сегодня уже девчонкам отправляла у меня есть еще несколько экземпляров все мои хорошие всем пока эфир сохранила рецепт напишу чуть попозже чуточку попозже хорошо всем пока всем пока всем пока всем пока всем пока